Ну вот не всем тренажеры приносят радость. У некоторых руки так и чешутся, чтобы что-то испортить или сломать. Например, этот тренажер уже лишился второго руля. Уличные тренажеры далеко не первый раз страдают от рук вандалов. Их вырывают с корнем, ломают детали, приводя в негодность. А рабочие парка почти каждый день приходится их чинить. А бы вас. Вот только сегодня варили все эти. Как вандалы, что ли. Мы не знаем сами. Вот ремонтируем за них. Несмотря на то, что в парке есть камеры наблюдения и круглосуточно работает охрана, поймать за руку хулиганов довольно непросто. Как правило, это дело рук молодежи лет 14-18. Испортив тренажер, толпа разбегается. Так пишут очевидцы в социальных сетях. Кто-то делает замечание, но в ответ подростки хамят. Применить к ним силу чревато. Родители могут засудить. То предприятие, которое изначально устанавливали, они тоже дали в заключение официальный ответ, что даже не гарантийный случай. Это чисто воды вандализм. Камеры в парке есть, но тут ведь надо не камерами молодежи заставлять к этому ко всему хорошо относиться. Тут, видимо, проблема в воспитании, наверное. За вандализм есть статья. Осквернение городского имущества наказывается большими штрафами. Если поймали группу лиц, то можно и за решетку попасть, смотря какой нанесен ущерб. Установят ли в парке еще камеры или усилят караул, пока неизвестно. В первую очередь, вандализм – проблема не плохой охраны парка, а воспитания нашей молодежи. Родители попустительствуют, а подростки чувствуют свою безнаказанность. Светлана Шумкова, Марсиль Джураев, Новости НТР.